Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я решила сделать челлендж, а именно я буду рисовать каждый день с понедельника по воскресенье. Я сама не знаю, что из этого получится, поэтому оставайтесь со мной до конца. Будем творить вместе! Итак, ребята, вот все, что у меня получилось. Это я рисовала каждый день. Сейчас я вам немножко покажу. Это, конечно, идут просто наброски. Это не идет, знаете, такая окончательная версия эскизов. Здесь еще, конечно, можно работать над ними, можно дорабатывать. Конечно, можно было и лица прорисовывать, ну и немножко как бы делать такой вот образ. Но я решила, что это будут обычные быстрые эскизы. И вот, что у меня получилось. Этот эскиз я рисовала в понедельник. И здесь я вдохновилась такой, знаете, спортивной одеждой. Вот, чтобы заниматься там спортом, ходить в тренажерный зал, аэробикой. Ну и просто заниматься какими-то силовыми упражнениями. Вот такой вот эскиз я нарисовала. Вообще, когда я начинаю рисовать, то я тон даю акварелью. Так как это идет быстрый такой скетч, быстрый набросок, то я, конечно, не стала заморачиваться и сделала просто в карандаше. Ну так, немножко прорисовала для вас, чтобы это было немножко симпатично. Вот, здесь у меня вот идет костюм вот с такими вот ставками на завышенной талии, с укороченным кроп-топом. Эту модельку, мне она прям безумно нравится. Я вот вдохновилась, что вот будет огонь, знаете, такой вот на черном цвете. Вообще, будет очень стильно, модно смотреться. В общем, очень я довольна своей работой. Вообще, в основном я не рисую, знаете, спортивную одежду. В основном я рисую, ну, такие всякие вечерние наряды, праздничные платья, какие-то удлиненные платья. И поработать в спортивном стиле было для меня очень интересно. Мне очень понравился результат. Если вам тоже, то пишите в комментариях. Это у меня понедельник. Вот так вот выглядит у меня вторник. В вторник я уже пошла рисовать свою привычную любимую тему. Вот у меня идут такие вот платьюшки. Знаете, мне вот этот эскиз немножко напоминает красавица и чудовище платье Бель, когда она в таком желтом платье. Но на самом деле, в моем понимании, то, что это будет атласная ткань. Основа будет атлас. А вот здесь, знаете, вот как органза будет. Что-то будет такое воздушное. Что-то такое легкое. И вот здесь вот рукава точно так же. Здесь я нарисовала то, что у меня будут камни. Это все будет блестеть. Вот здесь будет такая имитация сеточки. Получается, эта сеточка будет телесным цветом. И вот это все будет блестеть. Но будет достаточно красиво, я думаю. Вот такая вот у меня получилась модель. А вот это вот второе платье, то я его нарисовала с перчатками. Одну перчатку можно посмотреть, то, что я ее не сделала. Такой вот розовой, малиновой. Я решила передать этот рисунок, который здесь идет на перчатке. Ну, вы знаете, я люблю такое что-то интересное. Такое вот своеобразное. Поэтому я люблю какие-то такие вот изюминки добавлять в наряд. В общем, вот такой вот у меня получился интересный праздничный вторник. Ну, куда же я без Востока. Конечно, Восток всегда со мной, всегда при мне. И вот я нарисовала вот такие вот интересные фасоны абай. Это, знаете, идет среда у меня. Почему я нарисовала все примерно в одном стиле, в одном элементе? Да потому, что я купила себе ткань и вот планирую сшить. Планирую сшить себе и не знаю, какую модель мне выбрать. Здесь вот где идет точка, это у меня будет черный фатин в точку, черная сеточка. И вот юбка у меня будет полностью черный фатин. Я купила, получается, 4 метра ткани. 1 метр я купила наверх и 3 метра купила себе на такую вот роскошную юбку. Это что-то идет между накидкой, абайей. Ну, в общем, носить ее нужно с платьем, либо с какими-то джинсами, с топиком. Ну, в общем, мне очень нравится. Такие вот у меня интересные тоже модельки. Вот здесь у меня вот валан идет с рюшами, полочка одна полностью, вот такая вот в точках. Ну, в общем, это я рисовала в среду. Если вы любите Восток, то поддержите меня лайком. Это у меня идет четверг, я рисовала это в четверг. В общем, это все, что у меня получилось. Смотрите, вот такое вот у меня платьюшко получается. Платье будет карандаш, такой как футляр. И наверх оденется вот такая вот прозрачная конструкция, как ринолин. В общем, мне очень нравится эта идея, очень круто. Это вот идет у меня комбинезон. Вот такой он вечерний, нарядный, с такой какой-то красивой праздничной тканью. Я очень люблю, знаете, вот такие вот красивые ткани. Конечно, они и стоят хорошо, но оно того стоит. И вот у меня идет еще один набросок, еще один эскиз, который я делала в четверг. Вот платье, тоже идет на одну, одна рука так идет. В общем, играла. Куда руками не вела, то и рисовала. Вот такие вот у меня модели получились. Четверг. Так, а теперь у меня идет пятница. Пятница у меня идет такая модная, такая вот деловая. Такая вот в офисном стиле немножко. Получается, я вот здесь изобразила блузу, юбочку. Блузу я изобразила в таком нежно-голубом свете. А юбочку хочу, конечно, темно-синюю, знаете. Вот. И получается вот такое вот платье. Платье идет обычное. И вот где вот эти квадратики, это будет кожа. Кожа зам. В общем, я и сумочку к ней нарисовала. Я думаю, такое платье в черном стиле будет просто обалденно смотреться. Ну, и для вас я решила изобразить это в красном цвете. Ну, чтобы немножко как бы были видны элементы отделки платья. В общем, это у нас пятница. И теперь мы приближаемся к выходным. Ну, а выходные у нас тоже идут, конечно же, в платье. Куда-нибудь на какую-то вечеринку, на какой-то праздник. А здесь вот у меня идут в таком романтическом стиле с рюшами. Немножко вот такие вот у меня здесь тоже поблескивания есть. Какие-то декоративные штучки. А вот это вот второе платье, я его хочу сделать в серебряном цвете. Ну, здесь вот для цвета я вам дала вот такой немножко голубенький. Получается, я хочу, чтобы юбка была, знаете, атласная. А это вот что-то такое тоже массивное, красивое. Такое, знаете, вот как диски, если разбить, они вот так вот сияют, будут сверкать. Вот какие-то такие вот камни-элементы, в общем. И, в общем, такая у меня вот праздничная идет суббота. Ну, и напоследок у меня идет последний эскиз. Это у нас идет воскресенье. Воскресенье такая идет немножко у нас яркая, такая немножко дерзкая. Здесь вот я изобразила такую вот кофту. Кофта вот идет с такими вот интересными элементами в плане рукава. Низ идет у меня вот такой немножко симметричный. И вы знаете, такие какие-то колготки, какие-то вот такие вот лосины, не знаю, вот с таким интересным орнаментом, такую вот модную клетку в цвет наших рукавов. Ну и, в общем, интересная получилась моделька. А это я нарисовала комбинезон. Такой немножко он летний. Белые колготки. Вот с такой вот дерзкой линией посередине ноги. На этом джинсовом комбинезоне будет немножко все поблескивать, тоже с какими-то камнями. В общем, нравится мне эта льди. В общем, и такие вот у меня эскизы получились на всю неделю. В общем, это все, что у меня получилось. За неделю я, знаете, рисовала примерно каждый день ночью. Примерно в 10 часов ночи. И вы знаете, после долгого такого тяжелого рабочего дня сесть вот и нарисовать, вдохновиться, что-то, вот знаете, родить ночью, ну, честно, это очень тяжело. Поэтому все-таки я советую вам рисовать днем, чтобы, знаете, никто не отвлекал, чтобы вы были расслаблены. Также я бы хотела немножко вам сказать то, что, знаете, я вынесла вот такой вот вердикт, то, что лучше рисовать в основном, знаете, когда у вас есть какой-то источник вдохновения. Что, знаете, вот так вот вот сесть и на голом месте что-то, вы знаете, с креативить, что-то такое шедевральное нарисовать, придумать, честно, очень тяжело. Поэтому, честно, ребята, обязательно ищите себе какой-то источник вдохновения, какое-то здание, какие-то там невероятные растения, какие-то животные, ну, какой-то должен быть источник вдохновения, да, чтобы вдохновиться и создать какие-то интересные, крутые модели в одежде. Ну и, конечно же, следите за модой и с тенденциями, чтобы быть в тренде. У меня есть очень много видео на канале, как я вообще рисую, как я создаю коллекции, какие-то у меня есть видео уроки, когда можно уже начать рисовать, чтобы у вас там был источник вдохновения. Я, например, делала платье из музея, который находится в Абу-Даби, в Арабских Эмиратах. В общем, получилось очень крутое платье. Надеюсь, что вы посмотрите это видео и оцените. Ну и, в общем, для меня вообще я люблю работать в технике коллажа. Эту технику я изучала у Вячеслава Зайцева. У меня есть видео, как я работаю с коллажом. Поэтому, если вам интересно, то просматривайте мою папку с плейлистом. Где есть все видео, где они собраны в кучу. А если вы только начинаете рисовать, и у вас есть какие-то вопросы, то обязательно задавайте мне их в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. Если захотите, ребята, то вы можете даже присылать мне свои эскизы, свои наброски. И я создам отдельное видео по вашим эскизам. Если вам эта идея понравилась, то пишите мне комментарии. Давайте держать с вами какую-то обратную связь, чтобы понимать, как нам двигаться дальше. Спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Надеюсь, что оно вам понравилось, и вы вдохновились на то, чтобы рисовать каждый день. Ведь рисуя каждый день, вы поставите свою руку, и у вас она будет рисовать все лучше и лучше с каждым разом. На канале есть очень много разных видео про то, как стать дизайнером одежды, как начать шить, как начать рисовать, как развивать свой бизнес, свое ателье. Если вам интересны эти видео, то двигайтесь дальше по моему каналу. У меня очень много интересной, полезной информации. У меня на канале очень много разной интересной, полезной информации. Надеюсь, что оно вам все пригодится, и вы станете интересным и модным дизайнером, модным художником. Всем я вам желаю хорошего настроения, всем хорошего дня, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok